В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим. Кто готовит в Америке государственный переворот? Кто и зачем хочет уничтожить Трампа не только политически, но и физически? Поможет ли Путин американскому президенту предотвратить назревающий анти-Трамповский заговор? Как вы расцениваете вероятность того, что нам удастся нормализовать отношения с Соединенными Штатами? Что Путин сумеет заключить с Трампом так называемую большую сделку? Ведь Трамп, несмотря на свои реверансы в сторону Путина, назначил на ключевые посты министра обороны и своего помощника по национальной безопасности двух ярых русофобов, известных милитаристов и ненавистников России генерала Джеймса Мэттиса по кличке Бешеный Пес и генерала Герберта Макмастера. Это что, какой-то хитрый ход или произошел окончательный поворот к новой холодной войне? Ну, произошел, не произошел, поживем увидим. Но, надо сказать, что Трамп, по большому счету, никогда и не скрывал, что он собирается вести переговоры с Москвой с позиции силы. Правда, пока не очень понятно, где он эту силу возьмет и достаточно ли будет этой силы для того, чтобы впечатлить Москву, впечатлить Кремль и впечатлить Путина, учитывая те новые позиции, которые занимает сегодня Россия в международной политике. Ну, а что касается конкретных планов американской администрации, то Трамп засекретил свою стратегию по отношению к России. 11 марта пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер так и сказал, президент Трамп не намерен раскрывать свои карты по вопросу развития отношений с Россией. Президент уже много раз давал понять, что его философия не заключается в том, чтобы оглашать планы. Он держит свои карты при себе, чтобы придать максимальную эффективность своей стратегии переговоров. Ну, может оно и так, а может и нет. Может быть, какие-то другие причины побудили Трампа засекретить свои планы по отношению с Россией. И вот вполне себе, на мой взгляд, имеет право на существование версии, что это связано с невиданным ожесточением внутриэлитной склоки борьбы в Вашингтоне. Вообще, внутриамериканские политические разборки достигли, ну, просто совершенно невиданной остроты. Враги Трампа буквально готовы его сжить со света, убить его не только политически, но и физически его уничтожить. Этот вариант на полном серьезе широко обсуждается в самых разных средствах массовой информации, как в России, так и за рубежом. Да, и, кстати, на фоне криков о том, что русские хакеры могут взломать что угодно, где угодно, и выведать любую американскую тайну, у меня, например, возникает вопрос. А может быть, это истерика антитрампистов связана с тем, что организаторы заговора против Трампа просто боятся, что Путин сумеет этот заговор обнаружить и предупредить Трампа, ну, например, о готовящемся покушении. Ну, так же, как он предупредил год назад Эрдогана о том, что ему грозит смерть, потому что путчисты в Турции, они же не собирались его оставлять в живых. Ну, так вот, может быть, просто, так сказать, вот эта вот антитрампистская элита, сейчас еще появился такой термин «глубинное государство», то есть, как бы, вот есть внешнее государство, которое находится, государственные административные структуры Америки, которые находятся под контролем законно избранного президента Трампа, но там внутри есть еще глубинное государство, да, то есть, некие, так сказать, закулисные, секретные, тайные механизмы и структуры, которые контролируют большую часть государственно-административного американского механизма. И вот это-то глубинное государство, оно-то как раз против Трампа. Так вот, может быть, Путин готов сыграть на стороне Трампа против этого глубинного государства американского, имея в виду, что Трамп в благодарность за помощь после этого, ну, так сказать, ну, если и не сдаст Америку Россию с потрохами, этого, конечно, не случится, но во всяком случае, так сказать, пойдет на существенное смягчение, на существенную нормализацию российско-американских отношений. Кстати, вот если продолжать рассуждение в этом направлении, да, то невольно напрашивается мысль, а может, это вообще уже произошло, то есть, может, вот вся эта истерика, которая бушует сейчас в либеральных средствах массовой информации, антитрампистская истерика, она связана с тем, что такая попытка однажды уже была сорвана? Давайте посмотрим на эту тему видеосюжет. На днях Дональд Трамп неожиданно объявил об отставании США от России в области ядерных вооружений. Теперь для противостояния пресловутой русской агрессии он хочет резко увеличить американский военный бюджет. Ястребы из Пентагона получат от нового президента весьма весомую добавку – ни много ни мало, аж 54 миллиарда долларов. Стоит ли после этого удивляться, что западные средства массовой информации наперебой пугают мирных обывателей злобным Путиным, возвращением холодной войны и новым витком смертоносной гонки вооружений? А между тем, саму-то Америку, похоже, уже не спасти. Ее приговорили к уничтожению. И сделал это вовсе не Путин. У Дональда Трампа появился страшный смертельный враг. Дело в том, что политика Трампа стала поперек горла той могущественной и тайной группировки международной плутократии, которую обычно называют «мировой закулисой». Выступая недавно в Конгрессе с программной речью, Трамп заявил, «Надо честно рассказать о тех обстоятельствах, которые мы унаследовали от предыдущей администрации. 94 миллиона американцев выбыли из числа работающего населения. Более 43 миллионов человек сегодня живут в бедности. И более 43 миллионов американцев сидят на продуктовых талонах. Более 20% наших граждан в самом расцвете трудовых сил не работают. После вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году мы лишились 60 тысяч заводов и фабрики. Наш дефицит торгового баланса в прошлом году составил почти 800 миллиардов долларов. А за рубежом мы получили в наследство целую серию трагических внешнеполитических катастроф. Америка потратила на войну на Ближнем Востоке примерно 6 триллионов долларов. И все это время наша инфраструктура внутри страны ветшала и разрушалась. Количество убийств в США выросло до рекордного уровня. Только в прошлом году в одном лишь Чикаго застрелили более 4 тысяч человек. А в этом году число убийств растет еще быстрее. Мы защищали границы других государств, оставляя наши собственные границы широко открытыми для иммигрантов и наркотиков. И теперь все это хлынуло в нашу страну с невиданной скоростью. Мы тратим триллионы долларов за рубежом, а наша внутренняя инфраструктура при этом разрушается. Мы слишком долго финансировали один глобальный проект за другим. Но не обращали внимания на судьбы наших детей. И я положу этому конец. Все сказанное Трампом есть прямой и дерзкий вызов глобалистической элите. Той самой пресловутой мировой закулисе, сионским мудрецам или мировому правительству. Называйте этот могущественный клан международных жрецов Золотого Тельца кому как больше нравится. Смысл не изменится. Трамп и те, кто стоят за ним, по сути, объявили войну глобализации, мандиализму и новому мировому порядку. Или как там еще за последние 30 лет называли этот планетарный проект международной финансовой плутократии и транснациональных корпораций. Так вот, трамписты категорически отказываются превращать Соединенные Штаты в эдакую вязанку хвороста для костра мировой революции. В данном случае революции глобалистической. 20 лет назад неутомимый трубодур глобализма Збигнев-Бжезинский заявил в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска». США – последняя империя на планете. Уничтожив все остальные империи, она и сама в процессе своей трансформации должна исчезнуть, раствориться в сетевых структурах транснациональных, финансовых и промышленных корпораций, добровольно отдав свою глобальную власть в руки единого мирового правительства. Трамп постал против этого, стремясь сохранить США в качестве главного международного полюса силы и мирового жандарма, не желая приносить суверенную американскую государственность в жертву международным банкирам. Он, как истинный американский империалист, представитель национальной американской буржуазии, выразитель интересов агрессивного и хищного американского капитала, отказался подчиняться той части мировой закулисы, которая делает ставку на полное и окончательное разрушение всех суверенных государств. И ему объявили войну. Войну на уничтожение. Именно поэтому мировая либеральная пресса громогласно объявила его безумцем и лжецом. Именно поэтому немецкий журнал «Фокус» может позволить себе публиковать, например, такое. Весь мир затаив дыхание, следить за высказываниями и решениями нового президента США. Душевное здоровье Дональда Трампа анализируют и специалисты в области психиатрии. Они считают необходимым разработать программу психологической помощи для главы Белого дома. Трамп верит в то, что может управлять США как своим бизнесом, и он с этим не справится. Трамп находится на пределе. У него налицо нарушение адекватного социального поведения. А португальская газета «Паблика» позволяет себе такие, например, выпады. Дональд Трамп – неадекватный президент-ребенок. Он может быть смещен в результате измены со стороны развитца общества США. Безумию Белого дома, кажется, уже нет пределов. Чем больше Трамп и его команда лгут, тем старательнее отрицают факты и сильнее верят в собственную ложь. Они видят самих себя лишь в параллельной реальности выдуманных фактов и в итоге настолько в них убеждаются, что становятся их заложниками собственных мифов. Ключевое слово здесь – измена спецслужб. Учитывая, что численность этих самых спецслужб достигает в Соединенных Штатах одного миллиона сотрудников, это вполне реальная перспектива, которая может закончиться смещением и даже убийством Трампа. Похоже, именно об этом предупреждал доверенного помощника Трампа Майкла Флинна, наш посол в США Сергей Кисляк, в ходе конфиденциальной беседы в октябре прошлого года. Не зря же та беседа стоила Флинну карьеры. Враги Трампа затравили его, приклеив ярлык предателя, агента Москвы и друга Путина. Впрочем, очень может быть, что без Путина здесь и впрямь не обошлось. Может, Путин хочет спасти Трампа от переворота так же, как в прошлом году он спас жизнь Эрдогана, за считанные часы предупредив турецкого лидера о военном Путче, в ходе которого его собирались ликвидировать. Почему бы теперь так же не спасти и Трампа, в расчете на то, что он, как и Эрдоган, не забудет оказанные ему услуги? Тем более, что ожесточение и ненависть между Трампом и его врагами нарастают не по дням, а по часам. Кто же победит в этом противостоянии американских империалистов и транснациональных глобалистов? Мы не знаем, зато русские патриоты знают точно, что по отношению к России и русскому народу обе эти силы равновраждебны и опасны. Так что пусть они терзают друг друга в смертельной схватке как можно дольше, чтобы мы, русские, получили необходимую передышку и драгоценное время для подготовки нашей страны к грядущим грозным событиям. Ибо чем бы ни кончилась битва Трампа с его врагами, за ней неминуемо последует геополитический крах Запада, мировая смута, большая война и кровавый передел мирового пирога. Будь готова, Россия! Господи, помоги! Ну, вот насколько все это реально, конечно, судить пока, во всяком случае, судить сложно. Но одно, безусловно, ясно. Нам выгодно, чтобы вот это вот смутное время в Америке длилось как можно дольше. Пусть они там между собой выясняют отношения, пусть американские элиты ослабляют друг друга, потому что ведь в конечном итоге, независимо от того, кто берет верх, Трамп побеждает своих врагов или наоборот, они его побеждают, в целом ослабляются и расшатываются устои американской государственной машины. То есть она становится менее боеспособной, менее оперативной. Отсутствие единой воли, единого управляющего центра, конечно, не может не сказаться на действиях и дипломатов, и политиков американских, военных, даже американских банкиров по всему миру. А на России это сказывается, конечно, благотворно. Помимо того, что это дает нам время, это еще ослабляет у нас, внутри России, имеющуюся здесь, ту самую пресловутую пятую колонну, либеральную, антирусскую, прозападную и проамериканскую. Потому что теперь уже показывать пальцем на Америку и говорить, вот он, сияющий град на холме, вот к чему мы все должны стремиться, пусть они нас, дураков, научат, мы будем жить как они, и у нас все будет хорошо. Сейчас уже это, простите за жаргон, не катит, никак не катит. Потому что любой маломальский здравомыслячий человек, глядя на то, что происходит сейчас в Америке, вряд ли пожелает того же самого для России. Мы были недавно почти в таком же положении. Все эти наши лихие 90-е, это, собственно говоря, и была та эпоха, которая сейчас, ну, с поправкой на, так сказать, американскую специфику, вот-вот она начинается сейчас там за океаном, за большой лужей. Вот, единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы этот процесс, все-таки, я имею в виду процесс ослабления американского государства, и вообще процесс, так сказать, распада западной геополитической гегемонии, чтобы он просто все-таки не происходил обвальным путем, чтобы он был управляемым, чтобы на место дряхлеющего, слабеющего, уходящего Запада мы, не знаю, там, китайцы, индийцы, мы сумели бы создать на замену новые структуры, которые смогли бы взять на себя ответственность за будущее мира и поддерживать международную стабильность. Честно говоря, я довольно пестимистично смотрю на такие возможности. Мне кажется, что так ли или иначе, но процесс, связанный с тем, что Запад уходит, исторически он уходит, он перестает быть ведущей цивилизацией на планете, этот процесс вряд ли удастся удержать под контролем, и он, безусловно, будет связан с очень тяжелым, смутным, грозным периодом, когда ведущие мировые центры сил будут пытаться с помощью жесткого столкновения выяснить, кому из них какой кусок этого мирового пирога достанется в новом мировом порядке, в новом раскладе, в новом постзападном, постамериканском мире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok